так кто знает что такое рай то нет да именно йогурт с фруктами так как йогурта у нас немного в россии если самому сделать хорошо я делаю на кефире можно делать кефир и сметана комбинации ну что получилось консистенция йогурта блюдо простое в принципе я называю индийской окрошкой чем она отличается в принципе закладываем также все в кефир овощи любые фрукты какие-нибудь но можно сладкую делать можно не сладко но идея заключается будет в том что мы используем специи на переднем плане хорошо так как ведической кулинарии очень много моментов уделяется именно работе со специями почему так делается один из моментов в том что у каждого продукта какой бы он не был полезный всегда есть обратная реакция у любого практически продукта допустим если мы берем кефиром хорошо охлаждает тем не менее он еще и образует слизь в организме если мы берем слизь то слизь это источник почти большинства болезней слизь можно зимой в принципе выпить кефир и там хлеба слизь образуется продуктами поймем что пошел процесс некий как бы чтоб именно это убрать добавляются в него горькие специи потому что специи они не просто еще лечат когда вы их употребляете внутрь но они еще лечат за счет тонкой энергии специи это не просто вкус некий но это еще и здоровье если научиться грамотно комбинировать специи то можно большинство болезней именно так пролечивать туда у нас пойдут в это блюдо я взял редиску болгарский перец и помидоры в принципе можно использовать продукты все которые вам нравится можно добавлять огурец можно натирать его на терке можно нарезать кубиками я режу все мелким кубиком нужно очень сильно всегда выбирать то что мы туда вкладываем с какими эмоциями это было приготовлено потому что это напрямую будет влиять на нашу психику и на нашу жизнь очень сильно поэтому домашняя пища она всегда намного вкуснее кто применяет я не знаю там то что готовит бабушка там либо любимая мама на какую-то идею макдональдса правильно так по нарезке все я нарезаю в принципе меленько все что нам туда нужно я взял кефир кто умеет его сам делать либо йогурт лучше конечно сделать это самому но кто не умеет я взял просто обычный кефир чтобы сделать его гуще я бы добавил сметану ложка по специям туда у нас пойдет это самая я не знаю стандартная специя скажешь слово индия какая первая специя вы гений реально куркума очень мало кто говорит карри смотрите по пропорциям так как у меня столовая ложка чайная ложка приблизительно ну полторы чайной ложки здесь полтора литра кефира черный перец по вкусу кладите хитро правда черная соль сероводородная добавляю на кончике немного вкус потому что не специфический асофетиду кто знает асофетиду туда добавляю на кончике немного большая часть асофетида она разбавлена мукой потому что концентрированная если возьмете в смоле она будет очень ядреная перемешиваем очень хорошо чем лучше вы перемешаете тем лучше будет вкус теперь самые важные комбинации которые у нас есть самый вкус добавляет горчица проколенная начнем с кумина кумин все знают зира я на да на сухой сковородке обжариваем без масла чайная ложка приблизительно аромат уже можете почувствовать принципе он проявляется такой слой они немного потемнеют но по аромату вы почувствуете что они готовы все туда дальше черная горчица масло кто использует топленое в это блюдо топленое лучше ли класть не класть туда и сливочное тоже не надо потому что на холоде она затвердеет и будет комочки поэтому оливковая еще какой-нибудь еще какой-нибудь не необычное масло не сливочное не топленое нагреваем масло горчица на готове горчицы я бы сюда положил где-то чайную ложку без горки но можно поменьше потому все равно от нее эффект он все равно будет кто не работал с горчицы когда накалится начнется трещать прям взрываться будет иногда я просто беру допустим маленький еще полончик прикрываю сверху чтоб не убивал слышите иногда я туда прям чили бросая но для это нужен большой половник вот именно вот эта комбинация которая будет сейчас мой друг индус уделял самое большое внимание все про трещала закрыли идея в чем что когда вы погружаете испаряется ну да влага испаряется эфирные масла испаряется а вы и вбиваете обратно на входит у вас наоборот кефир как бы этим достигается да этим достигается другой эффект на самом деле вкус чувствуете такой он подкопченный это именно горчица дает лучше не досолить всегда все аккуратно перемешиваем самое главное чтобы хорошо разошлись специи чем лучше разойдутся специи тем лучше будет вкус сейчас перемешаем добавим туда наши овощи хорошо если есть зелень туда прям добрую порцию можно зелени добавляем наши продукты можно ее сделать различными способами я люблю когда ее можно пить пришел я не знаю домой вытащил из холодильника 1 стаканчик пошел дальше можно сделать ее прям густую наоборот много овощей различных и чуть-чуть чуть-чуть основы можно тогда посидеть и поесть кому как нравится мне нравится в таком питьевом именно варианте чтобы можно было развить стаканчиком